Добрый день, Андрей Евгеньевич, добрый день. Меня хорошо слышно? Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу дискуссию, посвященную интуитивной поддержке. В данный момент мы с вами будем обсуждать проблемы переоперационного периода. Каждый раз, когда мы обращаемся к той или иной проблематике, мы всегда задаем себе вопрос, актуальна ли тема или нет. И вот ответ на этот вопрос содержится в статье, которую вы видите на экране дисплеев. Авторы исследовали риск нутритивной недостаточности у всех пациентов, которые поступили в стационар. Оказалось, что из 3186 пациентов у 30% больных, вне зависимости от патологии, имеются признаки нутритивной недостаточности, которая ассоциировалась с увеличением длительности госпитализации, увеличением показателей летальности, частоты реадмиссии, снижением качества жизни и снижением повседневной активности. То бишь, получалось, что нутритивная недостаточность является неблагоприятным фактором исхода заболевания. Кроме того, исходная нутритивная недостаточность приводит не только к увеличению длительности госпитализации, но и стоимости лечения, что особенно актуально в условиях кризиса. У хирургических больных, поступающих в стационар, от 30 до 60% эпизодов бывают признаки нутритивной недостаточности, которые ассоциируются с увеличением длительности госпитализации, увеличением стационарной и 6-месячной летальности. В достаточно обширной и длительной работе было показано, что наличие у пациентов хирургического профиля признаков нутритивной недостаточности является независимым фактором увеличения частоты послеоперационных осложнений, частоты послеоперационной летальности на 30% длительности госпитализации и стоимости лечения. Единственным, как бы сказать, позитивным моментом этой удручающей ситуации является то, что недостаточность питания – это модифицируемый фактор риска исходов хирургического лечения. То есть мы можем на нее повлиять, на нутритивную недостаточность, если будем проводить правильно коррекцию пищевого статуса. И вот данные метаанализа, в которых показано, что приведение нутритивной поддержки ассоциировалось со снижением количества инфекционных осложнений, неинфекционных осложнений, длительности госпитализации. Кроме того, если использовалось иммунное питание, то число инфекционных осложнений было ниже достоверно, чем при обычном питании. Вот данные Кохрановского систематического обзора, в котором было показано, что назначение иммунного питания до операции пациентам, оперированных на органах желудочно-кишечного тракта в сравнении с обычным питанием или голоданием, приводило к достоверному снижению количества послеоперационных осложнений. Поэтому, проводя нутритивную поддержку, мы должны, в общем-то, варьировать нутритивной поддержкой в зависимости от локализации заболевания, в зависимости от локализации опухоли, если речь идет об онкологических пациентах. Однако на практике не все так хорошо. Имеется целый ряд трудностей, связанных с приведением нутритивной поддержки. Один из них, это подчеркивается в зарубежных публикациях, низкий уровень доверия клиницистов и даже врачей-онкологов к проблемам нутритивной поддержки. Они не всегда считают, что это нужно проводить, хотя это достаточно странным является, особенно в отношении специалистов в области онкологии. Кроме того, многие ссылаются на финансовые аспекты, считают, что у них недостаточно подготовлен медицинский персонал. Ну, естественно, если не проводить нутритивную поддержку, то и медицинский персонал не будет готов. Не всегда могут диагностировать признаки нутритивной недостаточности или, в общем-то, не хотят этого делать. Ну и вот считается, что существует низкая комплоентность больных. Но во многом это обусловлено позицией доктора, потому что на комплоентность у больного влияет, естественно, беседа с пациентом и объяснение ему задач на лечение. Имеются определенные парадоксы нутритивной поддержки. Вот было приведено в Англию очень интересное исследование, которое показало, что в целом затрата нутритивную поддержку составляет менее 2% от стоимости лечения. Однако приведение нутритивной поддержки, независимо от ее вида, это может быть параоральное дополнительное питание, интеральное питание или пантеральное питание, сопровождается улучшением исходов заболевания и снижением затрат на лечение. То есть получается, что скупой платит дважды. Мы можем сэкономить нутритивной поддержки до операции, но после операции мы вынуждены будем лечить осложнения. Кроме того, важным фактором является отношение пациента к питанию после поступления в стационар. Пациент вырывается из привычных условий жизни, и вот в незнакомой обстановке он не всегда может нормально питаться. Кроме того, пища в стационаре имеет свою специфику, связанную со вкусом и, в общем-то, с каким-то добавком, которые в эту пищу попадают. Меняется режим поведения. Ну и кроме того, что говорить, прием пищи в стационаре часто нерегулярен и связан он с тем, что пациента заставляют голодать перед взятием анализов или увозят на какие-то диагностические и учебные процедуры тогда, когда эту пищу необходимо принимать. И, в общем-то, получается достаточно парадоксальная ситуация, что нутритивный стационар пациента ухудшается, несмотря на наличие большого количества клиницистов, знаешь, что такое интуитивная поддержка. Вот очень интересная работа, когда в 18 стационарах были опрошены пациенты перед выпиской из больницы, и оказалось, что они часто аргументируют отказ от еды своим состоянием. Они считают, что были слишком больны, чтобы есть. Кто-то жаловался на тошноту, кто-то жаловался на усталость, кто-то пропускал приемы пищи из лечебных процедур. Но в целом опять это дефект оказания лечебной помощи, дефект работы клиницистов с пациентом. После выписки из стационара даже в зарубежных странах консультацию нутрициолога получают всего 11%. Наступает этап реабилитации, пациенту нужно дополнительное количество белка и энергии, а никто ему не советует, никто ему не говорит, как нужно питаться, какие препараты использовать. И вот здесь схематично мы изобразили нутритивный статус хирургического пациента. Мы считаем, что вначале он был оптимальным, однако при появлении болезни нарушается метаболизм, характерный для конкретного заболевания, изменяется, как бы сказать, настроение пациента, в том числе эмоциональное. Он иногда отказывается от еды, считает, что нужно поголодать. Дальше госпитализация с неблагоприятными условиями для приема пищи, сама по себе операция с выраженным хирургическим стрессом. И, соответственно, на этапе выздоровления выпуски из стационара достаточно часто нутритивный статус пациента ухудшился, он далек от оптимального, назовем его субоптимальным. Вот все это нужно исправлять, потому что самая главная задача нутритивной поддержки, она должна, как бы сказать, работать на всех этапах до операции, в послеоперационном периоде и на этапе реабилитации. Ну, естественно, мы задаем вопросы, кому показано, когда начинать, как проводить, кто отвечает за назначение нутритивной поддержки. Сразу скажу, что, на мой взгляд, есть исчерпывающий ответ на все эти вопросы, потому что по нутритивной поддержке выпущено гигантское количество рекомендаций, часть из них я привел на этом слайде. Они есть как англоязычные, так и русскоязычные, и при внимательном прочтении можно, по сути дела, получить ответ на любой вопрос. Мне вот больше всего понравился консенсус, посвященный нутритивной поддержке американского общества ускоренного выздоровления или американского общества EROS. Они выделили шесть пунктов. Первый пункт – это до и после операции необходим скрининг нутритивного статуса. Второе положение – это белки, важные калории. Третье положение – они рекомендуют поздно прекращать питание перед операцией и рано его возобновлять. Кроме того, всегда необходимо рассматривать пероральное питание. Естественно, мы назначаем пероральное, если невозможно, энтеральное, соответственно, если невозможно, энтеральное, параэнтеральное или его комбинацию. Ну и кроме того, авторы рекомендуют мультидисциплинарный подход нутритивной поддержки. То есть здесь должен задействовать быть и хирург, и анестезиолог, и клинический фармаколог, и реабилитолог. Ну вот до операции мы и после операции должны проводить скрининг нутритивного статуса с обязательным отражением в истории болезни. Но, к сожалению, мы опять сталкиваемся с определенными парадоксами. 83% хирургов считают, что операционная нутритивная поддержка снижает число послеоперационных осложнений. То есть они голосуют двумя руками за нутритивную поддержку, ну вместе с тем, что они считают, что она должна проводиться как сама собой. Кто-то должен за них провести ее. Поэтому оказалось, что скрининг нутритивной недостаточности проводится в одном из пяти стационаров. А вот нутритивную поддержку до операции получают всего 20% нуждающихся в ней пациентов. К сожалению, результаты даже за рубежом не такие впечатляющие, как нам хотелось бы. Соответственно, перед поступлением в стационар в момент диагностики показаний к операции мы должны оценить риск нутритивной недостаточности. Одна из шкалов – это НРС-2002. Она достаточно хорошо знакома клиницистам. Она часто используется в научных исследованиях. Я не буду останавливаться на ней. А я хочу описать новую шкалу, которая была опубликована буквально пару лет назад. Это называется шкала ПОНЦ или шкала университета Дьюка. Они предложили несколько пунктов для оценки нутритивной недостаточности. Первый пункт – это оценить индекс массы тела. Соответственно, оценить, было ли снижение веса на 10% в течение предшествующих 6 месяцев и было ли снижение потребления пищи на 50% в предшествующую неделю. Если эти пункты совпадают с положительным ответом, соответственно, пациенту начисляется 1 балл и пациенту проводится нутритивная поддержка. Кроме того, авторы ввели показатель давно забытый нами альбумин. Они считают, что если альбумин меньше 40 грамм на литр, то тоже пациенту показана нутритивная поддержка. Они оговаривают, что это может быть не пищевой показатель, но вместе с тем он отражает тяжесть течения заболевания, и поэтому у этих пациентов нуждается нутритивная поддержка. Ну, каковы наши действия? Если у нас по шкале Апонс или шкале Института Дюка пациент набирает меньше 1 балла или у него нормальные показатели альбумина, то ему рекомендуется пища с высоким содержанием белка. Если же потребление белка ниже 1,2 грамм на литр или энергии меньше 1,2 грамм на килограмм или энергии меньше 25 килокалорий на килограмм в сутки, то необходимо рассмотреть приведение парорального дополнительного питания. Вообще, в последних рекомендациях, вот именно парорального дополнительного питания стоит в углового угла нутритивной поддержки. Почему? Потому что она достаточно дешевая, простоя и эффективная. Авторы подчеркивают, что белки важнее калорий. Я полностью согласен с этим положением. Они в качестве примера приводят исследования в колоритальной хирургии. Да, мы знаем, что у пациентов при недостаточном количестве белка снижается мышечная масса. И они выявили взаимосвязь между миопенией и продолжительностью выживания. Оказалось, что миопения негативно влияет на продолжительность выживания. Более того, у пациентов с нормальным весом, у которых миопения, как бы сказать, скрывается по ожирениям, тоже течение послеоперационного периода достаточно неблагоприятно. При миопении в сочетании с ожирением увеличивается длительность госпитализации, увеличивается количество послеоперационных осложнений и 30-дневная летальность. Соответственно, если пациент набирает по скале Понс-1 балл или у него более низкий альбумин, рекомендуется проводить высокобелковое пароральное дополнительное питание, в том числе иммунное. До операции в течение 7-14 дней – это как раз тот период, когда пациент готовится к операции, собирает различные справки, проходит обследование. Часто это до госпитального этапа. И вот здесь, наверное, наиболее подходящим препаратом являются препараты для сиппинга, так называемое пароральное дополнительное питание. Вот здесь я в качестве примера привел суппортам. Действительно, чем они удобны? Высокое содержание в белках, разнообразный вкус. И самое главное, что вот этот вот сиппинг вызывает кратковременное насыщение. То есть у пациента не нарушается обычный прием пищи. Получается, что это действительно дополнительное питание, а не заместительное. Почему мы используем препараты для сиппинга именно в таком объеме? Ну, потому что на добровольцах были получены очень интересные результаты. Оказывается, вот оптимальным анаболическим эффектом обладает однократный прием 25 граммов белка. И, соответственно, если мы принимаем несколько раз этот белок, то мы достигаем кратного увеличения анаболизма, кратного увеличения синтеза мышечной ткани. Поэтому это очень удобно. Ну, работает ли нутритивная поддержка перед операцией, подготовка? Да, работает классическое исследование. У 50% пациентов, которым предстояли операции на брючной полости, выявили признаки нутритивной недостаточности. Пациентов анаболизировали в две группы. И, соответственно, там, где проводилась нутритивная поддержка, число осложнений снизилось на 25%. Соответственно, длительность госпитализации снизилась практически на 4 дня. То есть явный клинический и экономический эффект был получен. Кроме того, назначение параллельного дополнительного питания приводит к снижению числа осложнений, длительности госпитализации, показателям летальности. И, что самое главное, оно приводит к снижению стоимости лечения. То есть опять мы получаем экономическую выгоду в наших современных условиях. Зачастую это один из самых главных ориентиров при лечении наших пациентов. Очень важным моментом является преабилитация. На этом съезде уже поднимались вопросы преабилитации. Мы считаем, что она недостаточно развита в Российской Федерации, в том числе и в зарубежных странах. Вот по данным системного обзора и мета-анализа было показано, что преабилитация, которая включалась в физическую нагрузку вместе с интуитивной поддержкой, приводила к снижению длительности госпитализации. Кроме того, улучшался тест шестиминутной ходьбы. То есть пациенты легче переносили нагрузку. Поэтому преабилитация очень важна. Ну, опять же, по консенсусу американского общества ЭРОС, при невозможности, при неэффективности параларного дополнительного питания назначается энтеральное питание. Ну и если, как бы сказать, с помощью энтерального питания мы не можем обеспечить референтное значение белка энергии, то мы переходим к параларному питанию, которого тоже не стоит бояться, потому что, на самом деле, оно дает не меньше осложнений, не дает такое же количество осложнений, что и обычный способ нутритивной поддержки. Соответственно, вот очень интересное исследование, которое, как бы сказать, оценивает нутритивную поддержку в целом в течение 10 дней. Причем здесь не делается акцент на вид нутритивной поддержки. Оказалось, что приведение нутритивной поддержки приводит к снижению частоты инфекции в области хирургического вмешательства в сравнении с глупой, где доставка белка энергии не соответствовала потребностям. И авторы делают вывод, что нутритивная поддержка – независимый фактор снижения частоты инфекции в области хирургического вмешательства, который, собственно говоря, является бичом больших операций. Кроме того, авторы предлагают все-таки акцентировать внимание на иммунном питании, особенно у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта. За счет этого может быть достигнуто снижение частоты инфекционных осложнений и уменьшение длительности госпитализации. Вот мы увидим совершенно свежие данные. 2019 год – это системный обзор и метаанализ назначения иммунного питания до операции ассоциировалось с уменьшением риска инфекционных осложнений и сокращением длительности госпитализации, то есть позитивным эффектом. Вот мы видим картиночки, доказывающие этот эффект. И, кроме того, есть очень одна интересная работа, но, собственно говоря, это не одна, я провожу всего одну. Оказывается, что назначение парорального дополнительного питания онкологическим больным до операции сопровождалось снижением числа послеоперационных осложнений вне зависимости от нутритивного статуса. То есть даже у тех пациентов, у которых не было выявлено нарушение питания, вот пароральное дополнительное питание все равно приводило к снижению послеоперационных осложнений. Так что это нужно учитывать в своей практической деятельности. Ну, следующий этап – это позднее прекращение питания перед операцией. Всегда нам необходимо рассматривать пароральное питание, ну и, соответственно, пароральное питание является предпочтением парентеральным. Традиционно перед операцией пациенты голодают. Ну, наверное, сторонниками такого подхода являются анестезиологи и реаниматологи. Они боятся различных осложнений во время индукции. Но мы должны прекрасно помнить, что голодание вызывает дискомфорт, гиповлимию, проблему с гемодинамикой во время операции. Кроме того, в послеоперационном периоде повышается инсулинорезистентность и чаще встречается гипергликемия. Но, оказывается, в классических работах давно было показано, что жидкая пища покидает верхние отделы желудочно-печечного тракта через час, а твердые – через три часа. Поэтому бояться ничего не стоит. И вот эти исследования позволили европейскому обществу анестезиологов нести в рекомендации положение о том, что пациент должен прекращать прием чистой жидкости за два часа до наркоза, а, соответственно, твердой пищей за шесть часов. Кроме того, в классических работах было показано, что независимо от того, голодает ли пациент, принимает ли он воду или углеводный напиток, соответственно, объем желудочного содержимого перед интубацией трахеи, он идентичен. Поэтому в европейских рекомендациях анестезиологов есть положение о необходимости приема углеводного напитка за два часа до начала оперативного вмешательства. Это касается и детей, и, собственно говоря, в желудочных. Но, естественно, речь идет о плановой хирургии. А работает ли углеводный напиток? Да. Вот данные метаанализа, собственно говоря, было показано, что назначение углеводного напитка за два часа до операции сопровождалось снижением длительности госпитализации на сутки у пациентов после больших абдоминальных операций. В Российской Федерации появился углеводный напиток в виде провайда «Экстра». Мы привели исследование, взяли 51 пациента, рандомизировали их в две группы. Пациенты первой группы получали обычную предоперационную подготовку, у пациентов второй группы накануне операции давали 400 мл провайда «Экстра», и, соответственно, в день операции за два часа назначали еще 200 мл. Мы не обнаружили различий уровень гликемии, в том числе и у больных с сахарным диабетом, что, на наш взгляд, очень важно. Кроме того, у больных во второй группе, где получали углеводный напиток пациента, снизился объем инфузии. В основном пациенты были пожилые, это, как бы сказать, здорово. Кроме того, потребность у больных, получавших углеводный напиток накануне операции, меньше была потребность симпатомиметиках, и среднее артериальное давление было более стабильным. Кроме того, во второй группе мы обнаружили меньшее количество послеоперационных осложнений. Таким образом, наверное, углеводный напиток должен войти в клиническую практику, как один из стандартов переоперационного введения больных. После операции имеется целый ряд рекомендаций. Они достаточно хорошо расписаны в консенсусе американского общества ЭРОС. Они считают, что пациентов можно начинать кормить сразу после выхода из постнаркозной депрессии, кроме случаев ишемея кишечника. Также необходимо использовать стандартизированный для каждой клиники протокол. Помните о том, что белки важнее калорий. После больших абдоминальных операций все-таки акцент необходимо делать на иммунное питание. Если больной не может получить 50% от должного количества белка и энергии при обычном питании, то рассматривается последовательно сипит, энтеральное питание и парентеральное питание. Если же мы начали энтеральное или парентеральное питание, то мы должны его проводить до тех пор, пока пациент не будет получать 60% от референтных значений белка и энергии с помощью парорального питания. Очень важный момент, это тоже наступает после выписки пациента из стационара, когда он попадает иногда в вакуум, никто за ним не наблюдает. Вот здесь ему нужно рекомендовать высокобелковое питание с помощью сиппинга в течение 4 недели. Это, как сказать, рекомендация американского общества ЭРОС. Ну, нужно ли нам пароральное дополнительное питание? Вот очередная публикация, которая свидетельствует о том, что назначение парорального дополнительного питания сопровождалось уменьшением длительности госпитализации, числа реадмиссий, стоимостью лечения. Естественно, это речь идет о послеоперационном периоде. Кроме того, сам факт парорального питания является независимым предиктором послеоперационной выживаемости в течение 5 лет. Это у пациентов с опухолями нижних отделов кишечника. Кроме того, очень важный момент – то, что голодание является фактором риска возникновения послеоперационной когнитивной дисфункции. Мы сколько угодно можем говорить о стабильности мозгового кровотока, стабильности артериального давления, отсутствии воздействия психотропных препаратов на мозг человека. Но если пациент голодает после операции, то когнитивная дисфункция проявляется гораздо чаще. Кроме того, мы действительно должны следить за тем количеством белка и энергии, которые пациент получает после операции. Часто он получает ниже расчетных значений. Так вот, оказывается, что на значении парорального дополнительного питания в послеоперационном периоде, даже если пациент питается сам, увеличивает потребление пациентами белка. Соответственно, если потребление белка больше 60% от должных значений, то, соответственно, это ассоциировано с снижением длительности госпитализации на 4,4 дня. Это вот работа, как бы сказать, знаменитого исследователя Джилиса. У него целый цикл таких работ. И он наставит на том, что мы должны все-таки назначать пароральное дополнительное питание в послеоперационном периоде. Одним из главных аргументов он считает, что пациенты не получают расчетных значений белка. Опять мы возвращаемся к иммунному питанию. Авторы подчеркивают, что необходимое в послеоперационном периоде приведение иммунного питания, опять же, это влияет на снижение частоты инфекционных осложнений и уменьшает длительность госпитализации. Вот и одна интересная работа, системный обзор и мета-анализ, опубликован в 2016 году. Авторы подчеркивают, что назначение иммунного питания в послеоперационном периоде ассоциирует с уменьшением риска инфекционных осложнений и сокращает длительность госпитализации. Ну, по сути дела, к этому мы и стремимся, особенно если мы используем протоколы фаст-трек в главной хирургии, особенно если у нас дефицит поечного фонда. Вот мы видим снижение инфекционных осложнений, мы видим снижение длительности госпитализации. Ну, в отношении верхних отделов желудочно-кишечного тракта послеоперационная инфекционная поддержка не всегда, как бы сказать, проводится так, как написано в консенсусе. Иногда это вызывает удивление не только у хирургов, но и у анестезиологов, и аниматологов. Вот авторы этого консенсуса считают, что на первые сутки может быть возобновлен прием пищи и, соответственно, воды через сутки после операции. Ну, естественно, это вызывает у нас сомнения, хотя авторы приводят достаточно аргументированные публикации, где говорят, что анастомозы не разваливаются, что не бывает никакой тошноты и рвоты, но вместе с тем они делают оговорку, что если вы с помощью обычного приема пищи не можете обеспечить 60% от референтных значений белка и энергии, то необходимо рассмотреть индивидуальную инфекционную поддержку. Все-таки для Российской Федерации при операции гастротамии или, я знаю, максимальных резекций желудка характерен несколько иной подход. Мы начинаем, собственно говоря, сведение зондового питания. Сначала вводим электролиты, потом вводим, допустим, препарат энтостамин. Соответственно, дальше переходим уже на смеси, параллельно проводя парентеральное питание. И, наверное, в большинстве клиник только уже после контроля анастомоза разрешен для приема сиппинг, тогда мы уже переходим на параоральное питание. Ну, я заметил в последнее время, что, в общем-то, все чаще и чаще мы видим пациентов более активно. Иногда на третьи-четвертые сутки разрешивают препараты для сиппинга, для доставки белка и энергии, а зонд иногда и не восстанавливается. Ну, кроме того, мы опять возвращаемся к проблеме мульти-дисциплинарного подхода, утретивной поддержки. Авторы уделяют очень большое внимание этому вопросу. Ну, вспоминается русская пословица «У семи нянек дитя без глазу». Нет, все по-другому. Вот здесь задается вопрос, кто должен накормить хирургического больного. Ну, наверное, это зависит от креоактивности специалистов. Где-то в клиниках акцент делается на хирурга, где-то в клиниках делается акцент, делается на анестезиолога-реаниматолога, где-то этим занимается клинический фармаколог. Но, к сожалению, специальности нутрициолога у нас до сих пор нет. Врач-диетолог обычно занимается совершенно другими проблемами. Я вот лично не видел диетолога у нас в отделениях реанимации. Но вместо него за что и приходит реабилитолог, который действительно заинтересован нутриотивной поддержкой. То есть это новый специалист, который прекрасно понимает, что вся реабилитация, связанная с физической нагрузкой, пойдет на смарку, если мы пациенту не доставим белка и энергии. Не может человек голодный реабилитироваться. Вот у нашей клиники созданы соответствующие протоколы. В тех учреждениях, где поликлиника единая со стационаром, на догоспитальном этапе проходит консультация хирурга, анестезиолога-реаниматолога, который определяет программу нутриотивной поддержки. Ну а далее, как бы сказать, уже существует преемственность. Хирурги все больше и больше заинтересованы в адекватном проведении нутриотивной поддержки. Потому что хирургическая техника достигла предела. Оперируют они качественно, используют хорошие инструменты, используют хороший шовный материал, сшивающие аппараты. А вот выхаживание больного, тридцать такой термин, может быть, бытовой, оно как раз определяется в том числе и качеством нутриотивной поддержки. Если не дать нужного количества белкой энергии, то могут быть проблемы с анастомозом. Поэтому я вижу в них не противников, а единомышленников. Главное – распределить обязанности, составить чек-лист, кто на каком этапе что делает, ну и дальше уже можно лечить пациентов. Ну, поликлинический этап традиционно болезненный, он болезненный во всех странах, потому что иногда пациент не попадает к поликлиническому хирургу, условно в условиях ковид-эпидемии, навряд ли он попадет в поликлинику, только если у него нагноятся швы или поднимется температура. Поэтому здесь нам оптимальная рекомендация врача-стационара, который расскажет, как принимать препараты для сиппинга. В рекомендациях ЭРОС есть жесткое положение о том, что не менее четырех недель нужно принимать эти препараты. Они провели исследование, прекрасно понимают, что пациент, придя домой, впадает в депрессию после пережитого, что у него сниженный аппетит, и что с помощью обычной пищи он не получает должных или расчетных значений белка и энергии. Вот очень, опять же, интересное исследование, опять зарубежное. Здесь оценили влияние парорального дополнительного питания, то бишь сиппинга, на продолжительность жизни. Показалось, что назначение сиппинга ассоциировалось с 50-процентным снижением 90-дневной летальности по сравнению с плацебо. То есть, казалось бы, всего-то на всего нужно накормить пациента. Есть стандартизированные препараты, есть нужное количество белка и энергии различные. Объясните пациенту, что нужно принимать эту красивую упаковку и получите 50-процентное снижение. На мой взгляд, это просто колоссальные цифры, прекрасная работа, но, наверное, это должно быть продолжено. И вот в конце я суммировал, как нужно проводить переоперационную нутритивную поддержку в плановой хирургии. Обязательно скрининг. Результаты скрининга должны быть записаны в истории болезни. Это наша с вами защита. Мы всегда можем доказать, что у пациента была исходная нутритивная недостаточность, поэтому результаты лечения были не блестящие. Все зависит от того, какой высокий риск или низкий риск нутритивной недостаточности. Безусловно, если есть высокий риск нутритивной недостаточности, то необходим высокобелковый сиппинг в течение 2-4 недель. Но, во всяком случае, это в большей степени упирается в сроки подготовки пациента, потому что мы не можем задерживать операции, хотя в условиях, наверное, COVID-эпидемии все-таки такое происходит. На операционном этапе в любом случае показано иммунное питание. За 2 часа мы назначаем углеводный напиток. И, соответственно, в послеоперационном периоде мы назначаем в течение 7 дней иммунное питание, если пациент оперировался на желудочно-кишечном тракте. Если нет, мы можем рассмотреть варианты. Ну и самое главное, когда мы выписали пациент, не стоит забывать, что он должен продолжать лечение. Поэтому убедительность наших рекомендаций, ну, может быть, как бы сказать, подход, который мы найдем к доктору и родственникам, он зависит от того, будет ли пациент принимать чиппинг после операции или не будет. В любом случае правильная нутритивная поддержка улучшает результаты лечения, удлиняет продолжительность жизни пациента. Соответственно, растет наш авторитет и отзывы о лечебном учреждении, что здесь пациентами занимается, здесь пациентов лечат. Я сознательно не останавливаюсь на вопросах мониторинга нутритивной поддержки. Это является стандартом оказания помощи в переоперационном периоде. Мониторинг нутритивной поддержки проводится в соответствии с тем протоколом, который выработан в конкретном учреждении. Я не говорю про какие-то способы непрямой калориметрии. Они, к сожалению, доступны только в ведущих учреждениях, часть всего научно-исследовательских учреждениях. Но клиническая оценка и лабораторная оценка должны отражать результаты, которые мы получили во время лечения пациента, во время приведения нутритивной поддержки. Спасибо за внимание. Внизу есть электронные...